Денис, Денис, Лиза, Андрей, я тебя знаю. Еще раз, тема нашей лекции основы правильного питания. На самом деле я, скорее всего, не скажу ничего сверхнового. Я не полезу ни в кето-диеты, не полезу ни в какие-то снова-модные вещи. Я буду опираться только на базовые медицинские знания, которые мы обладаем и имеем с 1985 года, которые поздно подтверждены все именно исследованиями. В основном мы будем говорить, что есть, когда есть и сколько есть в основе. Как вы думаете, вопрос вам, что такое правильное питание? Такое питание, после которого... Все правильно. Ну да, все неправильно. Все правильно. Или плохо. Все правильно. Так, есть ли, как вы думаете, единое правильное питание? Вот данное питание является правильным. Мне кажется, плюс-минус есть. Плюс-минус есть. Хорошо, давайте мы возьмем, допустим, Андрея, да? Андрей, ну, допустим, это не для спустя боли, это какой-то, возьмем среднего человека, там, рост метр девяносто, мужчина метр девяносто, там, рост, вес сто килограмм в среднем, да, у него, и будет ему пятьдесят лет. И возьмем девушку, которой шестнадцать лет, рост метр шестьдесят, вес сорок килограмм. Вы думаете, не будет единое правило? Ну, гречку в другую, потому что она полезна есть. В зависимости от того, какой образ ведет человек, какой образ жизни ведет человек, мы должны понимать, что правильное питание для всех будет разным. Мы будем говорить с вами о питании, не о патологическом, не о каких-то диетах в плане оздоровления, а именно о стандартном правильном питании. Начнем с того, что все наши продукты, абсолютно все, что мы потребляем, делятся в основных компонентах. Белки, жиры и углеводы. В основном больше ничего нет. Ну, понятно, что еще витамины, это дополнительные средства. В полноценном питании все макро- и микрокомпоненты уже присутствуют в естественном питании, которое мы потребляем. Белки. Что относится к белкам и в чем их прелесть? Белки – это основная структура, из которой состоит наше тело. Это мышцы, это кости, все ткани состоят из белков. Их правильно называют. Это строительный материал нашего тела. Без белка быть очень-очень сложно. Белки делятся на полноценные и не на полноценные. Сейчас вентиляции нет здесь. Хорошо. Да? Полноценные белки – это белки животного происхождения, к которым относятся мясо, птица, рыба, яйца, кисломолочный продукт. Неполноценные белки – это растительные, белки растительного происхождения, бобовые, соответственно, туда идут. Почему неполноценные? Белок – это структура, состоящая из многих атомов, в том числе и так называемых аминокислот. В полноценном белке животного происхождения гораздо больше аминокислот, которые мы потребляем. В неполноценном белке – это то же самое бобовые, гораздо меньше аминокислот. И нам придется употреблять их извне, потому что они называются незаменимые. Нам нужно будет употреблять их, а они нужны. Поэтому, если вы не потребляете полноценные белки, то вам либо обязательно должно быть какое-то дополнительное питание в плане аминокислот, которые продаются на магазинах, в дополнительных, либо вы просто переходите на питание полноценными белками. Окей. Белки – это то, из чего мы с вами строим. Белки – это кирпичи нашего тела, без них очень сложно жить. Существование без белка человека очень сложно представить. Дальше. Второй компонент, о котором мы очень много говорили недавно – это жиры. Жиры – это хорошо или плохо? Хорошо. Мне не разделились. Мне не разделились. Жиры – это необходимо и хорошо. Жиры – это очень важная структура, потому что гормональный фон и почти вся структура гормональной клетки состоит из жира. Это основной жировой компонент, эпатический компонент. Жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. К насыщенным жирам относятся опять же жиры животного происхождения – сало, жирное молоко, сливки, сливочное масло, то, что находится там, жирность в мясе, которое вы смотрите – это все насыщенные жирные кислоты, в том числе и рыбий жир. И ненасыщенные жирные кислоты – это масла происхождения растительного – оливковое, подсолнечное, анафляное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тот и другой компонент нам необходим. Примерно 60 на 40. 60% жира должно быть – это животное происхождение поленасыщенного жирных кислот. И 40% – это примерно кислоты, которые поленасыщенные. Поэтому это мы употребляем. Углеводы. Вот сейчас новая фишка на углеводах. Теперь все знают, что это диета, это белки и жиры, а углеводы – это зло. К сожалению, я не могу подтвердить, зло это или не зло, потому что есть определенные научные исследования, которые говорят, что в процессе нашей жизнедеятельности нам требуется энергия. Энергия берется в основном из углеводов, из сахаров, которые появляются именно нами. Итак, белки, жиры и углеводы. Если брать по пропорциям употребления всех этих трех компонентов, то примерно мы делим таким образом. 30% должно быть углеводов строительного материала, 30% должно быть жиров, необходимого компонента для содержания хромонального фона, и 40% должно быть углеводов. Углеводов больше. Каким образом мы распределяем углеводы? Вообще, в чем история углеводов? Наверное, слышали сахар, инсулин, инсулино-резистентность, тоже сейчас очень модные вещи. Слышали, не слышали? Копаем туда, да? Итак, смотрите, что такое углевод? Углевод, известная давай эта история, что углеводы делятся на быстрые и медленные углеводы, и чаще всего, если вы уходите в терможеный зал, они говорят, ешьте, пожалуйста, медленные углеводы. И мы все знаем, что быстрые углеводы это сахар, это печеньки, тортики, мороженка, а медленные углеводы, они невкусные, это каши, причем желательно каши не сублинированные, которые прям совсем там крупы, если мы говорим каши крупы, какие-то мышечные изделия из твердых сортов пшеницы, это так называемые медленные углеводы. Это связано с тем, что любой углевод расщепляется на клюкозу. Мы подходим к такой истории, которую называется гликемический индекс. Да, мы с вами понимаем, что белки, жир и углеводы должны у нас быть обязательно в процентном соотношении 3-3-40. Разбираемся отдельно с углеводами. Итак, есть такая волшебная, что это гликемический индекс. Гликемический индекс это насколько быстро в течение одной единицы времени повышается сахар в крови. Это очень часто замеряют люди, которые болеют диабетом. Да, у них есть такая штука. Они прикладывают палец к изрицательному прибору, берется кровь. Они показывают тонический индекс, уровень сахара в крови. Чем короче цепь расщепления этого углевода и быстрее освобождение глюкозы в кровь, тем, соответственно, быстрее вот эта глюкозная кровь повышается в крови. Если мы берем самый простой углевод, это глюкоза. Соответственно, в жидком виде мы ее выпиваем и у нас так называемый химический индекс 100. Это берется за определенную априоту 100. Выпиваем глюкозу и у нас сразу берем там через какое-то время, буквально через 3 минуты замеряем сахар в крови, и у нас это химический индекс 100. По такому показателю в верхнем положении у нас находится большое количество сахара в крови. Если мы берем медленный, допустим, какой-то углевод, нашу волшебную кашу, да, каждое утро мы уже едим кашу, мы же знаем, что полезно. Мы берем кашу, берем, допустим, геркулес, другого бомола, который варится 20 минут, не используя ничего, варим ее на воде. Гликемический индекс и процесс расщепления, цепь, самая химическая формула расщепления будет довольно большая, времени нам будет занимать больше. И в течение длительного, длительного, длительного времени гликемический индекс, там гривая сахара будет расти в крови. То есть здесь, в течение 3 минут она достигла 100, то здесь она не будет достигать 100. Гликемический индекс здесь будет примерно 20. То есть все время сахар в крови будет подерживаться от уровня 20. В чем плюс, в чем минус? Дело в том, что у нас есть определенная структура усваиваемости гликогена глюкозы в крови. Усваиваемость она как раз тот самый гликоген. Это клетки, которые находятся у нас в крови, из которых состоит наша печень, и из которых быстрее всего получается наша энергия. Есть четко определенная формула по времени, которая дает понять, сколько сахара глюкозы усвоится за определенное количество времени. Если мы берем в течение трех минут стопроцентную глюкозу, то у нас с вами все то, что в этот гликоген в клетку, которая идет энергия, идет всего лишь 20 пунктов из этих 100. Все остальное введет в жировой компонент. Самое легко, на всякий случай, потом глюк пригодится, еще останется. Если берем длительный углевод, либо медленный углевод, то пока он расщепляется, он потихоньку выбрасывает сахар в кровь, и весь сахар успевает усваиваться гликогеном и уходит в кровь и в печень. И поэтому такого увеличения жирового компонента от сложных углеводов не возникает, а от быстрых углеводов возникает. Это основная их проблема. Это чуть-чуть понятно? Почему? А просто вопрос? Как получается это все вкладывается в продукт элистерин? Там форма примерно на лист формата А4. Серьезно, я могу ее почитать, вспомнить ее, но это прям сложный процесс переработки глюкозы в кровь и глюкозы в жировой компонент. Там прям сложный-сложный компонент. Прям такая большая-большая форма. То есть, концент на гликогене. Получается, ну, это отходники, если от высоких углеводов происходит. Я не рассеял, потому что у него сначала много сил, у него, наверное, преподается засадка, а потом, я скажу... Сочетом, конечно, все остальное уходит. Все осмотрелось, да? Твой, опять же, твой химический индекс поднимается вверх в 100, и он тебе не будет держаться 100 постоянно. У тебя инсулин перерабатывает какую-то историю химической глюкозы, отправляет ее в гликоген, все оно ушло. Все остальное уходит дальше, уходит в жировой духод довольно быстро. А дальше у тебя нету. Узнаем, он взял в 3 минуты, переработал то, что он смог. Все остальное простое, оно ушло в жировую компонент. А дальше на чем работать? Если быстрый углевод у тебя поднимается резко, это вот скоростная история на 100, то медленный углевод он длится длинно-длинно-длинно-длинно-длинно. И здесь процесс как раз получения энергии получается длительным. Ты можешь работать 3 минуты, потом снова вырабатывать еще 3 минуты, снова вырабатывать еще 3 минуты, снова считается еще 3 минуты. То есть именно длительный углевод, он тебе даст длительную энергию, энергию на длительное время. А быстрый углевод моментально стоит. Ну, как вариант, допустим, если тебе нужно, не знаю, квануть штангу, штанга там будет требовать больших усилий, тебе нужно много взрывной энергии, ты обычно употребляешь, ну, сахара, да, ты можешь там кусок сахара, сладкий чай, и у тебя много очень энергии, ты эту штангу поднимешь, тебе нужно моментально сейчас много энергии, она тебе это даст. Такой вариант возможен. Тебе нужно долго бежать, тебе нет смысла брать сахар. Тебе нужно там специально, они будут специальные, например, назовем эзотоники, в которых есть сахара, есть какие-то компании, не поддерживающие постоянно процессы берут энергии. Здесь именно время имеет значение. То есть получается, даже если длительную нужно концентрацию сохранять, мозг же тоже из сахара берет энергию. Мозг берет только сахар. Да, получается потому что он постоянно переваривает, чтобы по идее по-хорошему было длительное. Чтобы прицепация не падала во время тренировок? Нет, мы сейчас говорим о мышцах и усваиваемости мышцами и печенью. Если мы будем говорить о мозге и мозговой работе, это совершенно другая история. Мозгу нужно повышенное содержание сахара в крови, если ты именно глюкоза в крови. Ты понимаешь, что мозг питается исключительно глюкозой. Ты знаешь, что тебе нужно прямо вот сегодня, сложный период работы, который будет длиться 3-4 часа, экзамен какой-нибудь. В советское время на экзамены всем давали шоколадки. Вот оно. Там был сахар, дети его ели, мозг активнее работал, он был в состоянии постоянно рабочим, и ты сдавал на чемпионат. Ну не, я так просто спрашиваю. Просто когда в теннис играю, тоже замечаю. Ну ты пью кофе быстро, например, все, на полчаса хорошо могу играть, но... Кофе не имеет у него. Ну даже не пофе. Да если чай сахара. Сахара. Чай сахара. Да, да. А если не поддерживать, через час просто вам концентрация играть? Не на что. У тебя все у тебя кровь хрустает, у тебя все, что там было, есть блюкоза. В принципе, есть агент, который там был уже с бойл. Глюкоза, а дальше ничего не происходит. Где шуток хрустой, где моментальное расшипление сахара, все ушло в кровь, и все остальное, все, что не постребовалось микогеном, то, что не неслось, оно ушло в жировой компонент. И там оно спокойно переваривается, спокойно усваивается, все, энергии ты из него же не получишь. Получишь, но через очень длительный период. Да, нельзя говорить, что вообще сжигание червакрытки это очень сложный процесс. или политический процесс, в котором участвуют три компонента. Обязательно кислород, это обязательно тот самый лакарнитин, который должен нам всем предлагают пить кислород, лакарнитин, вот так, инсулин, вот три компонента, а, извините, адреналин. Адреналин. Кислород, лакарнитин и адреналин. Поэтому, если мы говорим о сжигании, работе через сжигание жирового компонента, здесь и сейчас, не отложенного, а здесь и сейчас, то бег не поможет вам. Потому что, когда вы бежите, вы начинаете задыхаться. И повышенное дыхание не даст такого количества кислорода в крови, неспокойный, мягкий, глубокий вдох. Потому что, опять же, пока вы интенсивный вдох или интенсивный выдох, увеличивается приток крови к легким, кровь быстрее проходит через опиеволы, и не успевает сцепить там 3-3 атомных кислорода. Она не успевает сцепить 2 атомных кислорода, и хватает 2 либо 1. И поэтому, когда вы интенсивно дышите очень сильно, ваша кровь менее насыщенная кислородом, чем если вы делаете спокойный, затрудненный вдох, то, когда кровь проходит спокойней, она успевает захватить 3 атомных кислорода, и дальше проходит ваша кровь, и получается полностью насыщенная. Интенсивные дыхания. Сырич, а жиросжигание, я не знаю, почему надо махаться. Вообще так и делается. Да, да, да. Дыхание на чем? Нет, нет, жиросжигание. Как раз интересно, что получается, если более глубоко и ровно дышать, медленно, это очень важно. Еще очень важный процесс через нос. Через нос. У нас есть один орган дыхания, это нос. Все, только орган дыхания у нас, да? Да. Рот у нас орган для прогревления, даже не для общения. Для общения с другими органами. Поэтому, почему? Потому что, во-первых, в процессе вдоха у тебя прогревается воздух, после вдоха прогревается воздух. Дальше рецепторно, когда делаешь вдох, вдох через нос, рецепторно, или аллеола расширяется сразу автоматически, и усваиваемый кислород получается быстрее, чем ты делаешь вдох через рот. Через вдох и через рот, даже через длительный, если мы возьмем одинаковые размеры дыхания, вдох через рот, вдох через нос, длительность вот такого, употребление определенного количества кислорода, то спая кислорода будет гораздо больше, чем через нос, чем через рот. А что насыщенность кислородом крови? О чем преимущество? То, что едение происходит быстрее, происходит жирожигание? Нет, это только жирожигание, это только жирожигание, для жирожигания, для активности мышечной карты. Поэтому здесь для вывода метаболизма. Потому что клетка отдает кислород, собирает прогистый газ и выводит в момент оправки. Происходит именно процесс, метаболизм. Поэтому чем больше она отдаст, тем больше она заберет. То есть у нее одна молекула, один атом солюдно отдала, а на один атом газа забрала. Поэтому здесь хорошее дыхание, оно всегда положено. И если вы замечаете, как раз дыхание бегунов, которые бегают в этих масках, угрыненное дыхание, как раз улучшает открытие альпио и улучшает жирнение кислорода. Презвращаемся. Мы остановились с вами на углеводах, на простых и сложных углеводах. Парам-парам-пам, парам-парам-пам, да? Итак, проблема сейчас нашей нации, и слава богу сейчас стало полегче, в том, что у нас появилось уж слишком много доступных быстрых углеводов. Когда вы покупаете, покупаете кофе в кофей? Самый. Уже лучше. Сиропом. Со сливками. Прикольно, дошли. Но это не углеводы, это жиры, но все равно. Хорошо. Допустим, дальше кофе, что вы берете? Печенье. Печенье? Печенье-ка! Мы нашли углеводы. Интересно, какая история. В советское время было всегда принято разделять нашу ряду на нескольких компонентов. Помните? Первое, второе. Салат первое, второе, компот. Это все было. И в конце десерт. Только в конце попадал десерт. Таким образом, вы как бы растягивали время потребление и поступление сахара в кровь. Что делает лучший человек? Время у него нету. Поэтому он использует какие-то кофейни. Он забегает кофе и говорит, мне там капучино, вам сахар, да, сахаром и еще печеньку. Он берет, выпил, резко пошел сахаром в кровь, он потом быстро падает, в рыхлете замечаете, пока на улице ходит. Ну, может быть, в подклус ударило, да, теплее стало что-то еще. И вы считаете, что кофе прямо бодрит, и там кофе повышает пульс. А это не кофе повышает пульс, а повышает пульс сахара. И бодрит сахар. И мы подходим еще к одной штуке, которая называется инсулинорезистентность. Инсулин – это гормон, который помогает усваиваться сахару вот в самый гликоген, в самую клетку, которая у нас находится в крови. Когда у нас попадает глюкоза в кровь, она так просто сама не усвоится. То есть, если инсулина нет, проблема выработки инсулина у нас как раз появляется диабет. Проблема диабета его вкалывают искусственно. Инсулин помогает соединиться клетке гликогена и клетке глюкозы. И тем самым его усваивает. Что такое инсулиновые качели, их так часто называют? Когда вы очень часто повышаете, резко повышаете сахар в крови, вверх, 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 вверх. С каждым разом, как любая резистентность, инсулина вырабатывается все меньше, 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 меньше и меньше. Если происходят вот эти вот пики инсулина вверх, где и 3-4 раза, то лет через 10 гарантированно, скорее всего, возможно, диабет второго типа. Потому что организм уже не будет реагировать на постоянный выброс сахара в кровь. и не будет вырабатывать инсулина. Инсулина вырабатывается все меньше, сахар не усваивается, постоянное повышение сахара в крови уже очень большое, и там получается, соответственно, диабет второго типа. Поэтому, когда вы берете кофе, подумайте о том, печенье там совершенно необязательно, сахар необязательно. Если вы пьете кофе с печенькой в конце какого-то обеда, где бы там хотя бы второе, какие-то углеводы поступали с белками, то это все окей и это все хорошо. Особенно диабет система это как такая точка о том, что он повышается и повышает сахар вверх, но он уже готов, инсулина в крови уже довольно много, он все это усвоит. Часть, может быть, если вы съели, не знаю, графский развалин, полный торт в конце, то, наверное, все усвоит, конечно. Но в основном это будет для организма хорошо. Если вы вдруг сели, у вас ничего в желудке не было, и первое, что вы делаете, берете клет и кладете в желудок. То тут, конечно, у него зарабатывает аларм, и у него сахар сразу моментально улучшается, резко начинается вырабатываться инсулин, все, что он может, он забирает, остальное все уходит. А дальше вы начинаете употреблять углеводы медленные. Было бы как бы наоборот, было бы гораздо бы лучше для этого. Точнее, это по-коротим, а получается, если, блядь, съешься на мучную, как кронсан, да, у него как бы сахара нет, но это углевод, в любом случае это сахар расщепляется. То же самое, что сахар съем. Смотри, сахар, ты имеешь в виду сахар, белая, что истерическая штука. Ну и, ну да. Или коричневая, что истерическая штука. Да, это сахар. Ну и сладкая. Или сладкая. Да, это сахар, что и сладкая. Любой углевод, любой углевод, как даже ты пьешь, там, не знаю, то же самое, пшено, ты его ешь, и в нем есть глюкоза-сахар. Глюкоза. Просто его в гораздо меньшем количестве. Этой складости вот этой не ощущаешь. Ее там немного. И она в любом случае даст тебе выброс этого сахара, ну не белого, а истерического в кровь, а компонентов под названием глюкоза. Да, просто в этом белом сахаре ее очень много, она очень много посадится. Вот и все. Фрукты, если тоже обрастают быстрый продукт. Поэтому вообще соки... То есть вот банан, например, это тоже... Смотри, ты правильно стал опираться на сладость, потому что чем слаще фрукт, тем в нем больше содержится однозначно вот того самого, то есть самая глюкоза. Банан сладкий? Да. А глюкоза или фруктоза? Фруктоза. Ну это тоже, ну это фруктоза, та же самая история. Просто, если мы говорим про глюкозу, фруктоза не есть хорошо. Потому что, как говори, для усваиваемости глюкозы гликогеном нужен еще третий компонент, как ключик, который открывает дверь, называется инсулин. То есть встречается, встречается так гликоген и глюкоза, и они вместе не могут соединиться, если нет инсулина. В этом и проблема диабета. А если есть фруктоза, для нее не нужен инсулин. Почему диабетикам рекомендуют есть фруктозу? Потому что она в любом случае соединится с гликогеном и уйдет. Но количество съедаемого этого фруктоза, она никак не отличается. И те же самые процессы будут происходить в крови, и жиросжигание, и жиросжигание одинаково. Что фруктоза, что сахар. Хотя там, наверное, меньше сахара, да? Ну, в общем. Я после чего спрашиваю, я когда хотел заменить, например, что-то не есть сладкое, что-то такое быстрое-быстрое, которое совсем вредные сладости, например, замитил фруктами, например, съел банан и грушу, и после нее совершил вполне хорошее самочувствие, по сравнению, чем если съел и съел круассан. Почему? Потому что там, наверное, меньше сахара на 100 грамм, чем в круассанде. Сейчас. Без разницы. Без разницы. Ты ешь, ты просто рассматриваешь форму сахара. Сахар в груши, либо сахар в круассанде. Но он там и там есть. Поэтому у тебя особой разницы нет. Понимаешь, если ты съешь, ты знаешь, ведро груши... Но его не съешь. Почему не съешь? Ведро круассанов можно, да. Ведро груши будет равно там, не шестюльки раз круассанов. Но это тоже самый сахар. То есть здесь история, с точки зрения, когда мы говорим о диете за счет похудания, похудательной диете, особенно в счет жирового компонента, ни один вам диетолог не посоветует менять сахар на фруктов. Потому что это то же самое, даже еще больше усваиваемость происходит в фруктозе, чем в сахаре. И говорить о том, что фруктоза это полезный сахар, а бутка это не полезный сахар? Нет. Все будет зависеть только по количеству этого сахара. Понимаешь? И если мы говорим, допустим, о яблоке и о яблочном соке, то у яблочного сока уровень то у нас будет выброса сахара в крови гораздо быстрее. Потому что там цепь расщепления и вытаскивания глиполь сахара гораздо быстрее, чем из яблока. Которое нужно переживать, его должно расщепить. Там еще будут ледные приводы, которые используются. Поэтому здесь вообще изменить, что меньше-меньше-меньше люди бьют с соком. Если раньше прямо каждое утро пейте апенсиновый сок, сейчас уже никто не говорит. Потому что это очень странная вещь. Выберете 2-2 ложки сахара, полете себе в рот и говорите, что это круто, это не круто, это реально не круто. Из-за ли у нас такой сахар, ребята, это сахар. Это сахар. В том числе и Крак Малтс, мы говорим про картофель, который сахар. Это просто тот белый сахар, про который мы говорим. И все. Окей? Принято считать, что в определенное время суток есть разная усваиваемость разных компонентов. Поэтому с точки зрения правильного питания медицинского всегда мы будем советовать основную часть пищи переносить на утро. Основную часть углеводов, сахарной пищи, переносить на утро. И к вечеру практически не употреблять углеводов. То есть такая керамина, про которую все говорили. Утром вы употребляете примерно 70% углеводов. И остальное идет на белки и на жиры. Белки и жиры должны быть постоянно над вашим организмом. Если у нас есть депо хранения сахара и жира, это жировая клетка, то белок не хранится в нашем организме. Он в крови, постоянно в крови где-то скрусирует около 6-7 кг. Поэтому он нигде не задерживается. Он либо уходит в мышцу, либо уходит совсем. Поэтому этот белок тоже можно понимать, вот кого есть. Дальше. Идеальное питание, подробное питание. До сих пор считается, что идеальное питание подробное питание. Хотя очень много сейчас говорят, что вам нужно съесть 1200 ккал в день и не задать, когда вы съедаете. Да, плюс-минус в среднем. Я придерживаюсь тоже дровного питания. Это правда хорошо работает, когда у вас постоянно поступает какая-то энергия в кровь, постоянно. И нет смысла организму закладывать его в какие-то запасы. Так очень хорошо работает для освобождения жирового компонента. 5-6 разовое питание – это круто. 4-3 разовое питание – это норма. 2 разовое питание – это уже сложнее. И 1 разовое питание – это только новомодные диеты, которые сейчас пытаются как-то исследовать. Есть такое исследование, когда человек поддерживал колораж свой мороженым и миски. Есть такое исследование, он поддерживал свой необходимый энергозапас этими продуктами. Потом он вышел из этого. Ну, и говорят, что было более-менее норм. Может, почитайте сами. А в чем была его задача? Что нужно проверить? Считайте, что твоему организму – это математика. Твоему организму нужно определенное количество энергии для существования. В среднем, это количество энергии высчитывается очень довольно просто. По формуле, парольный пульс высчитывается. Поэтому он высчитал, что ему 1470 ккал. И без разницы, из чего ее убрать. То есть, ему нужна батарейка на 1400 ккал. А какая это батарейка? Без разницы. Это розетка, либо это аккумулятор, либо это солнечная батарея. Без разницы. И он убрал этот колораж из двух компонентов. Это мороженое и миски. Вот у человека было веселье целый месяц. Там порядок, что будет мороженого – 50 грамм. И 100 грамм миски ежедневно. Весь рацион. Больше ничего есть нельзя. И выходим на рационе, у него заключается отилл 120, 2470 ккал. Аппараты его желают, значит, на уровне, если они могут, калории получают все, можно жить. Вот. Но вы не забывайте, что есть еще такая волшебная вещь, как необходимое вредное вещество. Даже когда вы уже спите, калории расходуются. На то, чтобы сокращалось сердце, на то, чтобы дышали легкие, на то, чтобы проталкивалось в инонимную систему. Есть обязательно необходимая какая-то система калорий, которую вы должны употреблять. Вот все, что касается ниже 1200 ккал, вы можете пойти в меньшее 1200 ккал, вы должны готовы быть к тому, что у вас будет начать развиваться логические процессы. То есть, процентов заболеваний каких-то вещей, и в частности, кромодального фонда. Да, это значит, видная железа, в основном 1200 и выше. И вот куда выше, там тоже есть вроде предела. Есть 1200 – это необходимый базовый обмен веществ. Есть базовый обмен веществ, у которого есть индексы, который начисляется в зависимости от вашей активности. Если ваша активность, там, равна единице, вы высшились дома, сели в машину, приехали на работу, сели. Поработали вот так, вышли, сели в машину, доехали до работы, сели до дома, ты на диван, все это ваше рост. Вот она, один. Практически, минус там по 1,5. Да, это получается в среднем у вас нет от 1400 килокалорий. И дальше, чем интенсивнее вы занимаетесь, понятно, что человек, который занимается постоянно спортом, интенсивным как-то, и особенно профессиональный спорт, то там калорар достигает от 2700-3000 килокалорий ниже дневно. Они должны употреблять эти калории, иначе их просто не будет восстанавливаться мышечная структура и костная структура. Поэтому, если это высчитывается через определенные пропорции, в среднем обыкновенному человеку 1400 килокалорий считается нормальным, да? Он сохраняется, когда, например, человек занимался, ему нужно было две пищи, а потом перестал срабатывать. А ведь он адаптируется назад или остается ему более ложным? Смотри, у тебя повышенный базовый обмен веществ, только базовый обмен веществ, да? Ну вот, допустим, у тебя есть шарик маленький, ты в него в дух, тебе нужно усилие, чтобы шарик надуть, ну вот, допустим, одна единица, да? Ты шарик дуешь, 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 у тебя он огромный, большой. Тебе нужно же больше выдавать. Это вот базовое, чтобы он надулся. Это базовый обмен веществ. И если он занимался постоянно, то его тело большое, у него много мышечной структуры, у него гораздо больше сосудов, понимаешь? И ему нужно базовый обмен веществ, в процессе лежа, вот он лежит, ничего не делает. Даже как Влада Смит, ему нужно гораздо больше энергии, чтобы обеспечить его большие мышцы рук, ног, даже просто крово-литоком. И вывести оттуда это количество процентов, в процессе лежа. А если бы ты не занимался никогда, то, соответственно, у тебя тело меньше в объемах, тебе нужно меньше энергии. А если занимался и перестал? Ты занимался и перестал. Называется суд на мышечной гипертрофии. Вообще для организма, это очень странная история, потому что для организма поддерживать мышцу очень сложно. Требуется слишком много энергии. Она требует слишком много еды. Много гликогена, поступает в нее много крови, поступает в нее много кислорода для ее работы, много интенсивных, нужно делать кровоток, чтобы убрать оттуда процесс инстаболизма. И поэтому как только мышца становится не нужна, он начинает от нее избавляться. Организм потихонечку, потихонечку, потихонечку избавляется. Это очень видно на тех, которые занимаются тренажером в зале, которые начинают интенсивно заниматься, а у них сначала появляется мышечная масса, а потом что-то происходит, допустим, какая травма ноги, нога не может работать, вы сразу видите, что мышца сбивается. Организм просто не нужно поддерживать такое количество мышечной структуры. Это искусственно вызванная гипертрофия мышечной массы. А ваше тело – это отражение вашего образа жизни. Если вы хотите делать, то вы измените образ жизни. Вы изменитесь. Поэтому, как только человек бросает заниматься спортом, соответственно, у него потихонечку, потихонечку, потихонечку уменьшается мышечная структура, и он должен контролировать количество калорий, которое он потребляет обязательно. Количество калорий, которое он потребляет, тоже должно уменьшаться, 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 уменьшаться. У профспортсменов, которые уходят на пенсию, их целый карта раз с ними работа, просчитывают на диету, и там на определение двух-трех лет они потихоньку снижаются как калорий. Это необходимо. Иначе у них просто… Это вся история, которая… Экоген, которого было много, который усваивался в мышце, мышц меньше, экоген усваивать не нужно, остается лишний запас сахара в крови, и он переходит в живой компонент. У него просто меняется соотношение тела. У него есть мышечная структура в крови, у него есть компонент. То есть он понимает смерть. Так что… И, понятно, что ты раньше считал, там, две тарелки с мясом, и еще огромную тарелку с рисом, и сейчас ему нужно, там, мясо, вот-вот, с ладошкой, и ложку риса. Но организм, наверное, сам еще меньше нужно ходить, да? Потому что все дулось, меньше надо… Ну, факт. Он может ходить дальше, этот калораж, который получал? Он привык. Он привык. Знаете, причем проблема в спортсменах? В любых спортсменах, которые разрешаются в спорт. Вот он этим занимался плавом. Плавал, 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 все очень круто. И плавал там 50 метров, плавал там за 10 секунд. Все очень круто. Да, прошло 10 лет. Его мозг помнит, что он плавал за 10 секунд и 50 метров. Он прыгает в воду. Начинает в том же стампе вести. Мемышечная структура не готова. Сердце не готово. Да. Легкие не готовы. Возникает проблема. Возникает коллапс. Он вроде как... И нервная система. Сам мозг посылает сигналы этим структурам активно работать, а они уже не готовы. Возникает проблема. То же самое здесь. Мозг привык употреблять такое уже количество энергии. Он хочет... Здесь нужно искусственно подержать. Прямо когда нужно отслеживать. Мозг вообще очень хитрая структура. С ним очень сложно бороться. Очень интересно. И вообще вы знаете, что вы являетесь носителем некого существа создания, которое управляет вами. Это есть мозг и нервная система. И он подтравит ваше тело ровно так, как ему нужно. Если он чего-то хочет, то он этого получит. Дальше, если вы думаете, что можете им управлять, то это очень сложная система. Он гораздо быстрее, гораздо умнее, гораздо подвижнее, пластичнее, чем нам кажется. И это по всем рецепторам, по всем чувствам, ощущается, как мы реагируем на все. Окей. На чем мы тормотнулись? А, на дневном компоненте, на дневном рационе. Итак, утром, это основные углеводы, это каши, желательно, конечно, с минимальным количеством сахара. Если сахар управляем, то должен быть длинный сахар, длинный углевод. Поэтому какие-то каши почти без сахара. Это каши, кофе, чай, пожалуйста. Белки в утреннее время должны присутствовать, должны присутствовать и всегда. Дальше опускаемся чуть ниже, в среднем. Разница между приемом пищи 2-3 часа. Дальше вы употребляете вторая часть. И у вас начинается уменьшение углевода и увеличение белка. Пропорционально. Последний прием пищи употребляется только в основном белок. Белок очень легко усваиваемый, к которому относятся. Это яйца, рыба в основном. Иногда птица и какие-то мясо. Допустим, мясо кролика считается логически легко усваиваемым. Понятно, что там говядину мы употребляем уже в вечер. И еще в основном. Кисломолочные продукты раньше считалось, сейчас тоже употребляют в вечер. Но сейчас проблемы с антозой. Очень много людей, которые не усваивают пактолы. Опять же, кисломолочные продукты пьют и все меньше. Вот таким образом делится рацион дня. Чего еще хотел сказать? Индекс массы тела. Вы можете посчитать, насколько ваше тело находится в норме. Есть очень простые две формулы, по которым рассчитывается степень ожирения, нехватка веса и, наоборот, избыток веса. Первый – это индекс массы тела. Очень известная история. Она имеет свои погрешности, если не смотреть на вторую структуру. Это объем вашей талии. Вот индекс массы тела и объем вашей талии вместе дают довольно хорошую картину. Что такое индекс массы тела? Индекс массы тела измеряется… Берете свой вес, делите на свой рост… Вес в килограммах и делите свой рост в метрах, умноженные на… И высчитываете здесь… Вы сейчас можете прям 5 секунд посчитать, а цифру будут в уме… Да, посчитайте, посчитайте. Я вам скажу, где норма, где не норма. Можно начать. Да, можно ваш вес… Ваш вес в килограммах делить на ваш рост в метрах, умноженные на… Ну, там, не знаю, 170… 1,7 умноженное на… Ваш рост в метрах делите… И ваш рост в метрах в квадрате… В квадрате… Ну, по-моему, умножать надо. Надо, надо, надо. А потом делите свой вес на эту цифру. 16-18. Сколько тебе получается? У меня… Килограммы сначала в крайне делим на… Ты умножаешь свой рост. Свой рост. Умножаешь свой рост. Вес? Нам. Но рост в метрах – 1,88. 1,88 умножаешь. Сколько? 85-11. Нет. Неправильно. Неправильно. Ещё раз. Свой рост. Свой рост. Умножаешь на… 188. Метр в метрах – 1,88. Умножай на… Получается 3,6, по-моему. Там же 3,3,3… А теперь свой вес. А теперь свой вес. Делишь на эту цифру. 21-28. 21-28, да. Смотрите. Норма. Норма считается 20-25. То, что ниже нормой считается не хватка веса. И здесь уже нужно смотреть, не хватка какого веса на счёт жирового компонента и на счёт мышечной ткани. Вариант на счёт мышечной ткани. Ну, если… Ну, если… Есть? Прямо. Смотрите. Есть ещё история с весом, про который уже очень давно говорили. Если вы возьмёте 1 килограмм жира, жирового компонента, да, и 1 килограмм мышечной ткани, то по объёму вы увидите огромнейшую разницу. Да, у вас 1 килограмм мяса – это будет такой компонент, и 1 килограмм жира – у вас будет такой тазик. Это реально тазик. Тазик. Поэтому, если вы возьмёте, допустим, каких-то спортсменов, девушек-спортсменов, допустим, берёте гимнасток, тех худеньких, которых там много ничего не даёт, гимнасток, балерин, вы ставите их на весы, вы смотрите на неё, вы смотрите на весы, смотрите на неё, и у вас несовпадение. Явное несовпадение, потому что перед вами стоит худенькая девушка, а у неё вес на 55 килограмм. Потому что костная структура, костная структура и мышечная ткань плотная, и очень плотная. Ещё и кость тоже может уплощаться, уплотняться, за счёт постоянного давления. Вообще кость очень прикольная история, она любит давление. Кость, прямо, чем сильнее вы давите на кость, тем она сильнее, тем она становится плотнее. Чем меньше вы работаете с костной структурой, тем, соответственно, она меньше, меньше, меньше. Одна из проблем у нас, особенно у женщин, в том числокальный сустав, когда мы играем, у нас всё устало, если вы не будете давать весовой нагрузку на кучезапястную кость, наверное, то ваш кость становится всё мягче, 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 пористей, пористей, пористей. Чем больше даёте нагрузку, там такая структура есть с остеобластой и остеокластой, вы постоянно меняетесь. Вы завтра уже не будете так, как и сегодня. Часть клеток разрушает вас, часть клеток восстанавливает. То же самое с мышцами, с костями. Если вы на кост дали хорошую весовую нагрузку, то всё равно часть клеток костей, остеобласты, они разберут. А остеобласты и больше надо вставить. И ваша кость будет плотнее. И поэтому, если вы занимаетесь спортом, и если вы активно занимаетесь там, улучшением мышечной ткани, то ваш кост будет довольно большой. И вы вот в эту вот грань впишитесь. Извините, продолжайте вопрос. Да. Дальше. 20-25 норма. 25-30 это предоширение. 30-35, ожирение первой степени. 35-37-2, 37-40 и выше. Это так называемое болезненное ожирение, которое требует срочного лечения. Вот это основная компания. Ну, это имеет некую погрешность. Второе, второе степень измерения, это талья. Если мы, допустим, берем, не веди человека, он нам присылает и говорит, вот смотрите, у меня индекс массы тела 34. Толстый. Прямо явно первая степень ожирения такая, причем по вторую жизнь. Да? Мы говорим, измерь свою талью. И он мне говорит, что талья у него, неудобно. 87 нам говорит о том, что при ожирении у нас появляется так называемый жировой пояс. Вестеральный жир, внутренний вестеральный жир, который является показателем этого ожирения. Если у него талья меньше 90, то скорее всего, не скорее всего, а жирового компонента у него он отсутствует. Это мышечная структура, которая тяжелая, таким образом дает нам индекс массы тела увеличенный. Ну, потому что талья небольшая, мы понимаем, что здесь это норма. Если мы говорим, ну, пожалуйста, замерьте свою талью. И он говорит, у меня талья 110. Талья 110. Это талья, высшая из нормы. То есть, там есть уже вестеральный жир внутри. И нельзя сделать такой большой пресс, как накачать пресс, касаемо мышцы живота, это невозможно, что там вот такой большой. Соответственно, мы говорим, что будет ожирение, и здесь нужно уже активно заниматься своим питанием. Норма. Норма у мужчин до 90-92. У женщин норма до 78-80. Сантиметра. Сантиметра. Да, сантиметра. То есть, вы можете померить, и это уже будет примерно понятно, так что очень плохо. Я не взял с этого движения на штучку. Хотел, но я влетал. Влетала студия, нам скидывали снег с крыши. Из меня чуть-чуть не сделали снеговика. 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 Хочешь в сторону. Куда же ты брешь? Куда же ты брешь? Вот. Вот такая история. Вопрос. Да. То есть, получается, если делать, давайте нагрузить костям. Костям это полезно. Да. Например, вы, эти силовые упражнения, они крепче становитесь. Да. Но не крепче становятся только суставы, если, да? Как они нагрузки на них влияют? Почему не крепче? Не крепче становятся. Благодаря. Смотри, мы говорим сейчас о истории без патологических изменений. То есть, мы берем институт на здорового человека. Да? И мы говорим. Тебе нужно укреплять костюм, в которой вообще весь опорный двигательный аппарат. Хрящ – это тоже история, которая любит давление. Чем ты активнее работаешь суставом, ну, опять же, что он любит давление? У каждого двигательного сегмента есть свой определенный а – ресурс, б – определенная степень свободы движения. Допустим, берем коленный сустав. Коленный сустав – это его предназначенный, так называемый, балковидный. Он построен вот таким образом. И коленный сустав предназначен для двух движений – загибания – разгибания. Он не предназначен для движения, которое называется ротация. Ну, либо в очень маленькой ампетуде. Да? Дальше берем тазобедовый сустав. Мы же сам аппаратируем, поворачиваем. Шаровидный. Шаровидный сустав у нас работает во всех плоскостях. И это значит, что вообще-то наши двигательных практиков отстроить так, как он двигательный аппарат, чтобы ты выполнял в каждом суставе его четко определенную функцию. Очень, очень. А проблема у нас чаще всего в позвоночнике, потому что в позвоночнике один двигательный сегмент – позвонок, позвонок, имеешь позвонковый диск всего лишь. У нас там часто считают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь суставов. Семь суставов в одном двигательном сегменте. Если ты попробуешь с точки зрения инженерной мысли создать что-то, какую-то структуру, которая имеет семь суставов, и все степени свободы, то, скорее всего, у тебя взорвется мозг, потому что это очень сложная структура. Максимум, для искусственных вещей максимум – хорошо, это одна степень свободы, две, три – это уже совсем сложно. А теперь вот это двадцать три двигательных сегмента. Двадцать три вы можете себе. Вот здесь степени свободы скорого позвоночника – это очень дубкая структура. И объедить ее может только гениальная вещь, которая называется мозг. она встраивает факторы движения и управления всеми из-под вещами. То есть, ты подумаешь, насколько… как сложно отследить там все суставы позвоночника, дальше плечевой сустав, локтевый, два, еще вот здесь, там тоже четырех отследить, именно в кафедре руке еще пальцев, и вот где вот это движение. То есть, это структура работы, которую очень сложно осознать, ее практически невозможно продумать искусственно. Это очень-очень-очень сложно. А получается, на любую вот такую разминку, чисто теория, даже болезнение делать с утешевительным, да? Если уже мышцы и кости, и суставы позволяют, да? Тогда они становятся крепче и сильнее. Да? Луковое движение, например, струкнуть диск. Любой сустав должен выполнять свою функцию. Не обязательно с нагрузкой. Сначала. Ну да. И мы занимаемся тем, что мы даем в каждый сустав свое определенное движение. Так. Опять. Почему я могу сказать, что я не согласен? Потому что мы сидим, смотрите, вот так вот сидим. Сидим. И дальше нам нужно повернуться. Повернуться. Мы должны сделать много суставное движение. То есть, по идее, наш позвоночник должен выполнить движение. Каждый позвонок в очереди поворачивается. Плечевой сустав не выходит из суставной сумки. Вот рукам замутились. Я беру и возвращаю. Дальше. У нас есть режим ASOS. Режим SOS. У каждого сустава, кроме своего движения, еще есть так называемое движение, выходящее из его возможности. Он это может сделать. Но может сделать это определенное количество раз. И мы сидим в таком положении. Вот там у нас кружка. Мы делаем вот так. Вот сюда пришло 100% движение, а не всего 10. Дальше мы делаем вот так. Сюда пришло тоже слишком много движения. И возвращаемся. При этом те сегменты, которые должны были нам работать, это грудной, поясничный и лопатка вообще не отработали. И тем самым грудной, поясничный и лопатка теряют мобильность, а шея и плечевой увеличивают мобильность. И через какое-то время, когда плечевой исчерпывает свой ресурс, шея исчерпывает свой ресурс, они говорят, все спасибо, мы больше работать не будем. А вот эта структура уже не работает. Все. Все очень просто. Поэтому задача наша распределить движение по всем суставам. И правильно их кормить. Поехали. А что полезно? Я понял, честно говоря, что для суставов растяжка у нас все равно, а не одна ночь. Я не понял. Есть. Но то, что занимается грудной, то есть... Расскажи, что это и испытка какая-то. Смотри, да, да. И то и другое полезно. То есть вообще сам пряч, он похож на грудку. И ему хорошо, чтобы это все сжималось. Чтобы это все разжималось. Сжималось. И разжималось. Да. И если колонического слипания там уже нет, то ты это можешь хорошо делать. Поэтому ты можешь как его нагружать, как гасирую нагрузку давать, так и давать ценаправленное движение на локтевой сустав. Так как его и вытягивать, это все полезно. Поплюем в храм. Понятно? Ты будешь его только тянуть, то структура сокращения потеряется. Ты будешь его только сжимать, то структура нельнения поменялась. Пружину христа или губку. Вот губка обыкновенная. Если ты будешь ее сжимать и позволяет тебе растягиваться обратно, все будет хорошо. Ты будешь ее только сжимать. То есть в какой-то момент она тебе просто сожмется. Ты будешь ее все время растягивать, а она у тебя в какой-то момент потеряет структуру сжатия. То же самое с этой мышцей. Мышцы должны уменьшить только сокращаться, а еще и растягиваться. Это структура эксцентрического сокращения, концентрического и эксцентрического сокращения. Поэтому, когда мы занимаемся только на сокращение мышцы, у нас происходит гипертрофия укорочения мышцы, и нас чуть-чуть сжимает, когда нам не перестарается. Как-то так, друзья мои. У меня вопрос. Да. Про молочко. Молочко. Молоко? Да. В смысле, у кого-то есть приносимость, у кого-то нет. У всех советуют либо органическо, либо употребляйтесь в течение времени. Значит, смотрите. Окей. Молоко. Молоко и проблемы в молочном белке, в лактозе. Усваивается телом организма, телом организма, усваивается организмом в среднем до 3 лет, пока у ребенка нет зубов. И начинает усваиваться примерно 65 и дальше, когда физиологически вся структура зубов тоже пропадает. Это очень интересная история. Как это регулируется, никто не понимает. Да? Если вы постоянно употребляете молочный белок, допустим, с детства вам давали молочный белок, дальше вы продолжаете его употреблять в молочный белок, ферменты, которые расщепляют этот белок на аминокислоты, продолжают у вас вырабатываться. И в течении жизни вы можете пить молоко, и ферментировать молоко будет у вас внутри, и оно будет расщепляться на веселье в тисло. И если получилось так, что вы пили молоко в детстве, потом сделали большой перерыв, 5-10 лет, берете это молоко и начинаете выпивать, организм не готов к этому. Ферменты, которые вырабатываются, расщепляют белок в лактозе, не вырабатываются, и у вас возникают проблемы, там, вздутие, тошнота, чего-то еще, чего-то еще. И если у вас это есть, вы можете не употреблять молоко. Вы можете начать употреблять молоко маленькими порциями, либо кисломолочные продукты, где лактоза находится уже в полу расщепленном состоянии, они усваиваются гораздо лучше. Так и животным, кстати, никогда не рекомендуют давать молоко. Даже кошки не лучше, но это вся история. Есть аллергия на лактозу. Это очень сложно. Сейчас у нас очень модно на лактозу, на глютен, гликовину обыкновенную. Это раньше никого не было. Сейчас те, у кого аллергия на глютен, нельзя есть каши. Потому что в каждом купе содержится гликовина, где-то каши просто есть. Если аллергия, то это аллергический процесс. Это аллергия на глютен. Это аллергия на глютен. Если аллергия на глютен, то это аллергия на глютен. Я, кстати, спокойно справляюсь. И опять же, понимаете, допустим, сейчас я поеду в деревню и не пью стакан молока из-под коровы, наверное, не будет очень плохо. Потому что там структура химическая, молока совершенно другая. Они как-то дают нам. А с любым продуктом абсолютно. С любым продуктом. Если вы, допустим, никогда не ели грибы, и вам дают грибы и вы пытаетесь их съесть, даже обыкновенно съедобные, но ферментирование этого белка, расщепление, просто практически невозможно, вам будет плохо. Если вы постоянно их едите и живете там, где очень много продуктов, там из-за любого продукта. Тоже, почему при вот этой, знаете, волшебная книжка, приезжая в любую страну, вы пробуете еду той страны. Это очень, очень странная вещь. Вы можете попробовать какую-то чай, чтобы понять такие вкусы. Но вы должны понять, что эти вкусы складывались из очень, очень многих поколений и так далее. Думаете, Китай? Там любой такой же самый, не знаю, соевый соус. Потому что там трехлетняя, протухшая, прокисшая, запросневевшая соя. Нормальный человеческий желудок, который это не употреблял, то он не выдержит просто. Он не сможет его работать. Китайцы, которые всю жизнь измельтаются, измельтуют дифферментации, измельтуют употребляют. Поэтому здесь очень, 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 очень. Получается, если человек ел молодшую свою жизнь, то нет смысла отказываться на такой продукт, употребляться. Зачем? Ешьте, пожалуйста. Это тоже белок. Всю друг ворота. Это прекрасная вещь. Ух ты! Ух ты! Ты считаешь, что он говорит с массой тела? Да. Нехватка подемлез. Окей. Еще вопросы? Ура! Да. Я очень надеюсь, что какие-то лекции еще будут у нас проявляться. Это такой пробный, пробный заход у нас на всю эту историю. Мне кажется, вообще просто интересно, что такое позвоночник, как он работает, что такое мышечность, что такое гипертрофия, зачем она нужна, аэробный гликолиз, аэробный гликолиз, Те вещи, про которые обычно не говорят конструкторы, потому что для них это априори, а на самом деле это очень прикольная вещь в том, что бег это... с точки зрения сжигания жирового компонента это плохо. Часто я люблю, что бег это вообще ужасно, бегать нельзя. С одной стороны, возможно, бегать нельзя. Если, допустим, моя мама 70 лет, значит, побегать, ей бегать нельзя. Ну, у меня брат бегает всю свою жизнь, и он там ежедневно пробегает 20-15 километров. Смешно говорить ему, у Вани Камилей, наоборот, это ужасно, это отвратительно, это был опыта здоровья, он себя прекрасно чувствует после 50 лет, и все у него замечательно. Потому что суставы, и те же самые... суставы у него готовы, он бегал с детства, и так называемая курса, такая прослойка в суставе, пружинистая, у него она очень большая, ему легко бежать, он говорит, почему будет по асфальту, я не знаю почему. Наоборот, не сжалось, не сухожилось, не сухой гисталл. Наоборот, не прибилось. Она даже... Если бы... Знаете, почему, допустим, в спортивную гимнастику или такие интенсивные виды, где очень большое движение, не берут людей, не берут уже 20 детей, допустим, в 12-12 лет? Не имеет смысла. Потому что в течение, там, с 4-5 лет им начинают давать нагрузку на саму суставную сумку. И суставная сумка формирует некую защиту пружинистую, которая называется бурса, дополнительный крящ. И когда они уже вырастают, у них это бурса, оно уже на него ходит. И вы можете посмотреть на гимнастов, которые, допустим, занимаются с детства, и которые начали заниматься с детства. Пружинист, пружинистность, кругучесть у них будет совершенно разная. Они могут делать одно и то же, но неприятно видно, что одному тяжело, а другому нет. Потому что у него вот, вот, у него совсем другая структура, совсем крещевая ткань. Но это, опять же, вырабатывается в детстве. Либо это довольно длительный период вырабатыванием, там, до 30 лет. Дальше смысла особого не имеет. Вы можете поддерживать состояние креща, да, вот, вот, занятия спортом. При занятии спортом увеличивают там кровоток, и как питают мышцу, как питают, то же самое, звязку питают, то же самое, грязь, и выводят продукты метаболизма оттуда. То есть это довольно важная история. То же самое, что и вода. Вода тоже так и помогает выводить продукты метаболизма за конец. А, да, конечно. То есть, получается, лучше себя чувствуешь не только потому, что у нас есть гид... на гид... и обезможенно не избавиться, но в том числе, потому что эта вода убрала, потому что шмак заряжался. Конечно. 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 У тебя есть специальные, да, специальные инструменты вывода метаболизма, т.п. половая система, в которой это все выводит. Ты потребляешь, выводит, когда нечего выводить, потребляется от таблетки. Да. Почему-то она даром не пойдет. Другая же, здесь все-таки не так, как чай, если бы пить 2 литра, то там уже стоят. Ну, ты имеешь в виду, чай и кофе, они же очень мощные мочегонные препараты, что чай, что кофе. И кофе, как ни странно, считаешь, повышает давление. Кофе понижает давление очень сильно. Причем, потому что высокое давление вы можете купить кофе, потому что он имеет мочегонный эффект и, соответственно, понижает очень сильно давление. Кофе очень хороший препарат в компании. С точки зрения воды, ты похож на огурец. В том числе 7% воды. 70% воды. И так, как огурец, маленькая духовая оболочка. Мне нравится огурец. Нет, пожалуйста. Какой-то побольше вывезти, посморше не огурец. Какой-то пожирнее огурец, но это все огурец, да. Это все огурец, да. Это все огурец, поэтому здесь такая вот раструмция. Очень забавная история, почему там многих там от 70 до 75% воды пропадет. Очень правильно. Три литра воды и другие нужно убивать. Именно для того, чтобы ты как-то промываешь внутреннюю всю структуру. Ты как душ только внутренний. То же самое, необычный душ. Это вся история. Ты делаешь вдох, и ты должен выдохнуть. Выдох важнее, чем вдох. И то же самое, потребление воды для того, чтобы это все промывало. Но все же ты моешь внешность, внешнюю структуру, внешнюю оболочку, ты промываешь также внутреннюю всю оболочку, и кровь, и кровь, ты уходишь, все проценты менополизма уходят через дыхание. Это очень крутая система. Очень интересно. Так что это организм, который в разных местах промывается. Все очень просто. Можно это и делить? Вот, слушай, можно. И даже такая штука называется водный инфаркт. Водный инфаркт. она появляется у спортсменов, особенно у бегунов. Опять же, что я говорю эту тему, что ты замечаешь, когда у нас бегуны бегут профессиональные. У них там марафон 30-40 км. Им дают водичку такую странного цвета. Им не дают обыкновенную воду. Потому что выводится из организма вода. Это не чистая вода. Она выходит с солями, выходит с минералами. Вода, да, очень не чистая вода. И для чего у нас водосолевой баланс нужен? У нас эта водосолевая жидкость вообще вся проводит очень важную историю нервный импульс. Нервный импульс на ток. Твой мозг должен управлять, активировать твои мышцы. И если твоя кровь содержит определенное количество минералов, которые нужны, в частности, допустим, знаете, что сводят мышцы. Часто сводят мышцы. Так вот, видите, пожалуйста, магний. Магний отвечает за расслабление мышечной структуры. Либо кальм, кальм, сокращение. Все очень просто. Через чистую воду электрический импульс проходит гораздо хуже, чем через водно-солевой раствор. Поэтому, если резко, допустим, в течение какого-то длительного времени бега у тебя выходит соль, а ты ее не употребляешь, ты употребляешь не натрий хлор, а чистую воду, то твоя кровь меняет состав. И мозг не дает контакта с сердцем. Сердце не сокращается в этот момент, и возникает можно перепить? Ну, можно перепить, это очень такая, знаешь, поверьте, убить себя очень сложно. То есть, я в том смысле, что соль выходит слишком много венец, и кто-то не употребляет? Ну, в обыкновенной жизни это точно невозможно. Есть совершенно шикарнейшая вещь в организме и в твоей нервной системе это адаптивность. Что бы ни случилось, ты все равно будешь жить. Это, еще раз, убить себя очень сложно. Твоя нервная система сделает все, чтобы ты выжил. Все. Есть очень много блоков, блокирующих там, приданностные вещи. Боль. Одна из самых, боль, это значит, что сейчас плохо. Боль. Это значит, вот еще чуть-чуть, и сейчас ты меня сломаешь. И чем ты больше делаешь, для того, чтобы сломать, нужно очень сильно постараться. Специально сломать себя очень сложно. И поэтому те травмы, которые мы производим сюда, чаще всего, это натружены длительным временем. Травма очень длительным. Не месяц, не два, а год, два, три, четыре, пять. Тогда уже вот совсем все тогда происходит эта травма. Иначе мы не могли бы ходить, бегать, прыгать в течение сорока, как видите, шести, десяти лет, ежедневно по восемь часов. Организм убить очень сложно. Тем более, получить инфаркт вот такой, бессилевой дубакт, тогда и нужно очень сильно постараться. Нужно себе только вгонять этот процесс, загонять годами. Ну, если ты все-таки добьешься, то этого послушать. Ну, это... Вот так, если я выпила воды, еще пил водой, я изучаю пил очень водой, выпила, а у тебя инфаркт нет. Нет. Он тебе три раза отдаст команду сбегать в туалет. Если ты что-нибудь не то сделаешь, что он тебе еще, тебе будет тошнить, тебе будет плохо, у вас бужиться будет, но бахта нет. Этой структуре очень важно бужиться. И ей очень важно, чтобы ты как-то двигалась. Неважно как. У нее будет ноги без ноги. У нее будет руки без руки. Ну, без разницы, как мы будем, чтобы двигаться. Это очень, вообще, интересно, что-ли. Ты рассмотришь фантастику о том, что чужие живут нас, а то, что ты так очень похожи. Потом, есть же исследование о том, что ты, когда задают вопрос, и прежде чем сказать да или нет, то сигнал, в мозгу возникает сигнал, там, где, говорится, где принимается решение, быстрее, чем ты принимаешь и говоришь. Ты еще не знаешь, что тебе сказать, а он уже решил. Поэтому это вся история. Ну, самая яркая история, когда, ну, рецепторное считывание, когда ты, не знаю, ты кладешь руку, ты не знаешь еще одно, что ты положила руку. Но он уже знает, что ты положил руку. Не учитываясь, что это холодное, горячее, склизкое, холодное. И он уже убрал руку. А ты еще даже не успел собрать, что ты чувствуешь. Поэтому так сидит, очень важно. Ну, и если ему что-то нужно, а твоя история, оно случится. Окей. Марина, привет. Спасибо.